В Гродно продолжается вакцинация от коронавируса. Первыми иммунизацию прошли медики. Всего более 830 врачей, медсестер и фельдшеров. Сейчас прививают работников сферы образования. Из них больше половины желающих уже прошли первый этап. Напомним, вакцинация проводится российским препаратом «Спутник Ви» и предполагает его введение дважды с перерывом в 21 день. Следующими к иммунизации приступят работники торговли, поскольку приоритет сейчас отдают тем, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей. Ну а в середине весны вакцинироваться смогут все желающие. Самая большая категория – это здоровых наших граждан. О них мы думаем уже на перспективу. И поэтому сегодня ведем широкую разъяснительную работу, как нам проводить профилактику этой инфекции. Другая группа пациентов, которая уже переболела COVID-инфекцией, в разных ее формах, и в легких, и достаточно тяжелых. И этих пациентов мы на сегодня реабилитируем, занимаемся их лечением, продолжаем. Но все-таки жизнь показывает, что возникают моменты реинфекции. И для этих пациентов тоже показана вакцинация. Мы ведем предварительную запись для наших пациентов. Мы будем четко понимать, какие объемы желающих на сегодня. На сегодня это порядка уже 500 человек. Я думаю, эта цифра будет расти. Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, в целом чувствуют себя хорошо. Количество побочных эффектов, как повышение температуры, покраснение в месте инъекции были выявлены лишь в единичных случаях. Выработку антител после введения второй дозы препарата можно ожидать через 2-3 недели. Эпидемиологи полагают, что сохраняться не будут более полугода. Между тем, Минздрав озвучил новую статистику. Согласно официальным данным, в Беларуси с начала пандемии коронавирусом переболели более 282 тысяч человек. Прирост за последние сутки составил 1191 новый случай. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1948 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. 9 за последние 24 часа.